оба понеслась а с ума сойдешь кингстон кингстон вот это же чудо кингстон здравствуйте господа единомышленники любители мотоциклетной техники я вас приветствую на канале мотосибирь 55 сегодня у нас в обзоре мотоцикл по документам который идет 150 кубиков на обкатке у нас сейчас вот такой вот чудесный аппарат бюджетный вариант очень выглядит современно хотя и техника по документам 2015 года привезена в 2018 году в конце в россию своеобразный агрегатик ничего вроде как бы фантастического в нем нет это как альтернатива для выбора 150 200 кубовой техники здесь он идет по документам 150 кубиков но по факту стоит зон шенковский двигатель kt 162 fmg мотор на цилиндропоршневой группе указано что объем двигателя 158 кубиков но по факту может такой мотор ремонтировали в прошлом году человек купил из-за 3000 ни разу масло не поменял на родном обкаточном поливал там мотор умер солидол один внутри остался у него и примерно получается на 62 и 8 размер цилиндропоршневой группы там считали ход поршня где-то сто сто восемьдесят пять кубиков в нем по птс ки у него 13 7 13 8 лошадиных сил по факту где-то он имеет около 15 лошадиных сил 14 с половиной где-то так подвеска у него заднем маятниковая маятник стоит на соленблоках соленблоки 32 сзади стоят два амортизатора амортизаторы конечно как на типа альфа чуть-чуть помощнее два штуки слева справа нет и войн далеко не сильная сторона хоть и указано что он как бы для двух сидячих пассажиров но если будет масса людей там около ста килограмм то эти амортизаторы задние они умрут моментально для заднего пассажира также есть задние ручки держаться и подставки под ноги достаточно неплохо выполненные салуминовые боковины сплошные очень сделано все здесь аккуратненько центральная боковая подножка ножка переключения очень удобно расположена и особенно для нашей большой ноги там кого 43 44 размер вообще удобно что расстояние между ними достаточно хорошая вот по поводу шин шины стоят уже смешанного типа как для дорог общего пользования так и вне дорог общего пользования 3 2 0 на 18 и 2 75 на 18 спереди на литых дисках диски нам уже давно известно на чем они только не стояли начиная от ирбиса там куча других моделей на них эксплуатируется вот многие знают что диски крепкие но если колят его трещина то заварить его почти невозможно передние гидравлические тормоза сзади классический вариант барабанка барабанка оптика простая бюджетная с лампочками никакой диодной оптики нету длинный глушитель пополам не раскручивается сплошной откручивается только в крепление сзади и на головки с головы откручивается ножка кикстартера сделано удобно но для того чтобы полноценно и пользоваться видите да то есть нужно делать вот так вот такие вот пироги карбюратором оснащен кейхином дистанционная заслонка имеется на руле чтобы не лазить поднимать карбюратор стоит очень странно тоже под углом атаки почему-то нельзя было как будто впускном коллекторе сделать его как бы впускной коллектор чтобы он был прямо стоял мы видать не стали заморачиваться воткнули так типа бюджетный вариант и так сойдет ничего страшного сигнала воткнули h2 сигналит с ума сойдешь фара достаточно неплохая рассеивает неплохо но лед лампы туда можно установить места хватает будет вообще работать четко двухэтажка сидение второму пассажиру не очень удобно сидишь на самом верху выше и держаться за водителя неудобно приходится держаться сзади за ручки тоже не совсем удобно хочется ноги поставить на подножки к водителю когда сидишь сзади пульты стандартные ничего фантастического нету кнопка глушения включение света электростартер переключение ближний дальний поворотники но не самая дешевая по индикации скорость количество бензина в баке какая включена передача свет дальний оборот спидометр кстати врут врут иногда показывает меньше чем даже на этом на 10 15 километров в час меньше чем по факту видит мотоцикл вот жалоб но по этому поводу ну а так из бюджетного для бюджетного варианта выглядит достаточно неплохо нет никаких фантастических технологий все очень прост по цепи 428 h установлена хорошая защитка сверху но нету натяжителя и ловушки цепи она отсутствует дополнительный замок есть чтобы что-то пристегнуть держатель есть за что можно снизу как бы его подтягивать это очень удобно вот кстати очень интересно вот красиво всегда сделано вот в таких моделях кран аккуратненько удобно открывать закрывать и смотрится эстетично вот очень приятно когда так сделано не так что торчит там непонятно где под пластиком пока руку даст засунешь с ума сойдешь бак металлический 10 литров 11 почти туда входит это на 300 километров пробега вообще хватает спокойно приходится прятать проводку вот видите как сопли эти торчат приходится это все доделать вот здесь они тут в соединении не типа все спрятали но это типа же не надо прятать ничего страшного пускай так торчит вот нравится мне что с напуском шланг гидравлический часто их они перегибается перетирается здесь запасом есть запасик можно поворачивать ничего не бояться ничего не перегнется не перетрется кто захочет приобрести аппарат розничная стоимость городе омске в магазине на 13 комсомольской 13 комсомольской 1 2 2 составляющая 9950 рублей для наших подписчиков 65 тысяч рублей техника стоит 4 950 будет скидки отправим в любой регион любой город без проблем кто захочет приобрести ссылка будет внизу будут какие-то вопросы пишите может быть есть какие-то пожелания по видео обзору что хотите видеть как а какую технику какую технику снять видео обзор краткий кстати спрашивают часто по передним амортизатором передние амортизаторы здесь бюджетный вариант короткоходные рабочий ход 5 сантиметров средняя нагрузка составляет на ударопрочность порядка 300 килограмм 285 не более поэтому надеяться что он там будет держать ямы полуметровые это зря конечно будьте аккуратней хоть и он сделан в полусмешанном таком стиле что можно типа и по дорогам и по пересеченной местности но сильная мы у него что задняя что передняя подвеска на такая дорожная трепетная спасибо что были на нашем канале всем всего доброго всем пока